Курю жирный член. Серьезно. Милфа. Че? Поставь на паузу, что-то. Курим жирный член, здесь. Какие еще есть признаки милфы? А кроме сисек? Что? Я не знаю, что можно курить, но начинается накос. А-а-а! Да господи! Ой, курица такая, даже не плачь. Курица? Сосиски я вообще никогда не ем. Да? Они пишут соленые, мне не нравятся. Я же вообще, у меня, знаешь, я не ем ничего соленое. Мне не нравится. Мам! Что вам? Куда ты? Чего? Ты, я надеюсь, не снимала, мне шаренька не застала. Ой, подожди, я же не надела. А, колбаска. Ой, да, вот этой кофте красивее, чем ты. Понятно. Это, блин, же, между прочим, ест. Только турецкий. Нормально? Кому мне? Да. Да, у меня вообще шикарно. Всем... Всем привет, мои дорогие друзья. С вами снова я, Лиза. Сегодня со мной снова, спустя полтора года, моя мама. Опять надо учить человека, как сказать, всем привет. Мама. Привет, привет. Привет. И мы сегодня снимаем... Третье, извините, я стулом буду биться немножко, и вообще будет, наверное, звук не очень, потому что мы снимаем на кухне это раз. А во-вторых, я буду с телефона читать сленги. Ты че? А ты сама, то есть не знаешь. Нет, я знаю, я знаю, я имею в виду название сленга. Буду читать с телефона. И сегодня мы проверим мамины умственные способности. Как я пошла. Поехали. Первое слово. Перекрыла. Перекрыла? Перекрыла. Все, да? Тебя перекрыла? Нет, 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 да. Ты мне еще говорила, в кого у тебя смех такой, типа, ужасный? Так он в тебя. Поставь на паузу, сейчас. Я думаю, ты сейчас скажешь, поставь на паузу, а я скажу, когда я тебя перекрывала. А тебя перекрывала, что ли? Нет. Нет, ну было пару раз. Но это не с тобой было. Блин, у меня верится просто, но у меня вот такая дурацкая песня одна. Перекрыла меня, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Знаешь, они его поют? Там зацепила меня. А, ну вот. Инициативный ряд какой-то, как ты был почитать. А, смотри, человека перекрыло, что с ним? Ну, он завис, как минимум. Да, 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 красиво, красиво, молодец. Следующее слово, это слово безобидное. Flow. Извините, у меня за мудрость растет, поэтому я когда говорю фэм, у меня щекотка. Flow. Flow? Да. Ужас. А, flow? А что, это глагол или... Это существительное. Термин, это термин. Триндец, типа. Ну, бывает и триндец, flow. Давай я тебе подсказки дам, потому что это правда, слово. Это у вас. Ваша мама знает, что такое flow. Нет. Нет. Я только знаю, flowers. Замечательно. Термин в рэпе. Давай так скажем. Алла. Это термин в рэпе. Да. Какие есть критерии, ну, вот, в рэпе термины? Какие, ты думаешь, могут быть? Не термины, это критерии. Из чего состоит рэп? Болтают, болтают. Быстро, что ли? Быстро болтают? Красиво! Ну, почти. Ну, знаешь, смотри, например, способ читки. То есть, это сложно просто объяснить очень. Скорость, темп, или расстановка. Вот, например, можно сделать такой рэп. А можно сделать, и типа, какой у тебя flow. Есть еще такая фраза. Мой flow, рогатка, твой арбалет. Стиль! Да, 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 стиль читки. Стиль. Все приходится объяснять. Ничего не понимает. Следующее слово. Токсик. Ой, это у Бритни Спирс песня такая, токсик. Вы летели, сомнели, сомнели. Знаешь, да? Да, да, это старый достаточно термин. Но, к сожалению, он в Америке где-то пришел со временами Бритни Спирса. К нам только в этом году. Ну, в принципе, как всегда. Я сто лет знаю вот это. Ну, токсик. Ну, токсичный. Какого-то пример можешь привести токсичного человека? Токсичного? Или меня там. Я была токсичной когда-нибудь? Токсичной. Вот ты была токсичной. Что? По утрам. По утрам. Знаете, вот такой момент такой, когда ты просыпаешься, а мама сам у утра начинает орать. Да ладно, я никогда не кричу. Спросил. А давай приведи пример токсичной ситуации. Токсичного человека. Ой. У нас их практически 99%. Я согласна. Одна токсичность вокруг. Одна токсичность. Вот только две нетоксичности вот тут сидят, а остальные на кухне, а остальные все. В других комнатах там токсичные. В других комнатах. Следующее слово. Краш. Это новый термин. Да ладно. Я смотрю все время передачи про автомобили, там все время краш-тест. Ну, все, хочу себе автомобиль просто новый. И смотрю, который из них самый будет такой надежный-надежный краш-тест. Ну, это когда машина разгоняется, например, и в стенку врезается. А это что, не связано с краш-тестом? На самом деле есть логика. Это значит прям... Да, да. Убийца вот. Не убийца, но вот... Разбился, нет, убился. Давай подсказку. Прибился. Я вкрашился. Уж с какой-то... Вмазался че-то? Это мой краш, и я в него вкрашилась. А, может быть, это моя, как говорится, доля, ноша, это мое... Ну, близкая. Илья мой краш. И я в него вкрашилась давно. Влюбийца что-то? Да, краш. Жестко когда-то, короче, втерялся в кого-то. И прям вообще крыша на этом поехала. И, блин, и ты... А еще хуже, если это не взаимно, ты такой... Это мой краш. Ну, я так не говорю, это для умственной отсталых, я считаю. Мил-фа. Че? Что? Мил-фа. А можно звонок другу? Можно глоток кофе. Это человека так обозначают. Обозывают? Вообще считается немного похабанным термином, но на самом деле... Я его трактую, типа, ну, как обычное что-то. Она мил-фа. Что это значит? Да ладно. Умственная чуть-чуть. Нет. Нет? Водитель. Это 30 минут есть. На мил-фу? Нет. Она? А почему она? А он тоже? Тоже она может быть мил-фа. А, серьезно? Телка? Так. Ну, такая глупая, с большими сиськами, с большими губами. Это про большие сиськи. Ты прям всем рассказала. Грудастая. Так, еще. Грудастая телка. Называем признаки мил-фы. Жопа, что ли? Попа? Ну, вообще, да. Эта девушка такая вся формена. Жирная, что ли? Ну, с лишним весом. Пышечка. Ну, фа. Ну, фа. Короче, бесформенная. Смотри, подсказка. У рэперу одного есть песня. Мне нужны большие мамы. Мил-фактористы 35+. В смысле? Подожди, я сейчас. Я тебе это перекрылась. Сейчас. Ну, да. Этот термин используют... Стареющие, короче, стареющие какие-то тетки, которые думают, что они суперсексуальные. Да. Четко, четко. Прямо то, мое описание этого слова. Ну, да. Типа, 35+, обычно такие женщины к самому саку, так сказать. Но уже, которые скоро... А че это? А че это ты так разговариваешь с собой? Что такое форсить? Лоббировать. Что такое? Продвигать свои интересы. Ну, я прям молодец, да? Я прям круто. Вообще замечательно. Ноу-нейм. Ну, это легко. Ну, ты тут дурак даже знает. А что значит ты ноу-нейм? Ноу-нейм? Ну-у-у-у... Без именем. Петрушка, как папа говорит. Не, ну, есть одежда, например, бренды, да? Не буду сейчас. А то как будто это реклама. А есть ноу-нейм? Из... Ойши из какой-нибудь. У тебя волосик попал в зуб. Следующее слово это триггер. Ой, это че-то вообще знакомое, кстати. Вообще знакомое, признакомое прям. Но нет вариантов. Вообще. Меня это триггерит. Допрягает. Да, да, да. Бесит. Да, да. Раздражает. Точку. Перекрывает. Ну, это уже бывает. И что такое триггер получается? Триггер получается это... Раздражитель. Во! Ты че там? Че, незнакомые буквы увидел? Хоу. Хоу? Да. Это рейперский термин. Да? А, типа... Йоу-йоу. Хоу-хоу. Ну да. Че-то я не слышала такого слова. Хорошо, тогда... У Блэкстара. И че там дальше ты говоришь? Хоу, да? Еще можно сказать... Ну ладно, это немножко два разных термина, но его... Неумелые рэперы. Новички. Ну-неймы. Да. Используют... Еще бывает лали. Хоу, лали, поп. Там хоу не было, только лали и поп. Это моя хоу. Моя? Моя и хоу. Моя? Да. То есть от женского рода? Да. Да? Женского рода? Да и лали тоже, да. Подожди, мы сейчас лали или хоу? Ну, типа няшка какая-то. Лали, да. А хоу это тоже... Тоже, короче, что это такое? Типа ты моя хоу, что ли? Мы с моей хоу идем сегодня, не знаю, тусоваться. С цыпочкой? Моя, да. Цыпочка? Да, моя цып... Да. Слушайте, моя мама, мне кажется, рэпер на самом деле. Это гострайтер. Она... Гострайтер это типа, который пишет рэпером текста, но никто не знает, кто они пишут текста, потому что они нанимают своего собственного гострайтера и платят ему там миллионы-миллионы рублей. Да ты че? Мама гострайтер, я вам клянусь. Ой, я даже согласна за полмиллиона написать. Она напишет лучше гораздо, чем всякие клаву-коки. Слышала, у нее вышла песня? Мне пох, пох. Мне пох, пох. Куру жирный член. Серьезно? Да. Часто? Это очень часто, по-моему. Была, по-моему. Была курить? А член? Значит, да... Наверное, может быть... Курю он. Почему курю он? Я боюсь, что мама просто скажет что-нибудь ужасное. Что это может быть? И почему его курят? Может, безденежье нет? Не означает это безденежье. Потому что сосу, жирный член, это значит... Материальная у меня кризис. Правильно. А если курю? Это не в прямом смысле, я тебе так скажу. Ну, я вовремя. Как бы я не так поняла? Что курить жирный член, это не в прямом смысле. Как бы я так... Это метафора! Я справилась все! Это метафора! Ну да, ты думаешь, куда? Это метафора. Жирный член, это метафора. А, жирный член, это метафора. Да. Вскрытый смысл какой у этого? Именно уже мучки. Типа, что это? Это предмет тоже. Или человек. Нет, богатый. Не человек богатый. Просто предмет. Да. Который курят? Да! Сигару, что ли? Развивать надо, да, мысль? Да. Это сложней. Коль? Ко? Ко-ко? Ко-ко? Кхм. Ко-ко-с? Пшшш. Я не знаю, что можно курить, но начинается на кос. Мам, ну что врёшь? Блин, не серьёзно. Вчера нам Сельвера рассказывала, как ты в Амстердаме курила кос. Кос. Я не забыла! У меня же 35 плюс! Мне уже можно убивать. А четвёртая какая рука? Я Кость Господи! Блин, ну и поня... Ага Эта сучка хочет сумочку Элвэ Могу кинуть бабки, но что ты мне дашь на мент Я ж не кнула Курим жирный член Здесь красиво, но скоро едем Курим жирный косяк, всё Я, кстати, никогда не курила жирный косяк, обычный Ну да, конечно Зачем жирный? Мы чё, Англия, в Америке, что ли, чтобы жирный косяк И мне кажется, это и неудобно, и невкусно Но жирный Ну, Блэйзер, ты знаешь, чё это? Блэйзер? Блэйзер, да Кстати, не очень хороший, мягко говоря Да вообще ужасный Тихо Вишнёвый Да 90 рублей литр Всё, ваш слэнг закончился А все краш пишут Надо будет мне в следующий раз тоже что-нибудь придумать И тебе вопросы повыдавать Какой у нас был слэн? Давай, кстати А у вас был тоже слэн? Что же мы, ты думаешь, не были, что ли, молодыми? Ты думаешь, мне всегда было 35 плюс? Знаете, так подумала, это неплохая идея, поэтому как только под этим видео собирается 20 тысяч лайков, мы с мамой записываем этот видос Она уже выезжает Она, правда, через 10 минут выезжает Она выезжает Всем пока С вами была я Да, я надеюсь, что вам понравилось Это видео Это Таня Да 35 плюс И сегодня у меня в гостях была Лиза Окшапашова Лиза Мадрид Ставьте лайки, пишите комментарии Подписывайтесь на наш канал Да, наш теперь Всё Капец Всё, надеюсь, вам понравилось это видео, всем пока Пока Поехали 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 Поехали